Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова планирует создать детский общественный совет при Уполномоченном. Чем будет заниматься этот совет и кто сможет стать его участником? Светлана Анатольевна готова рассказать нам сама. Мы приветствуем ее в студии утреннего канала. Доброе утро. Доброе. Почему идея создать совет возникла именно сейчас? Ну и какие будут полномочия у этого совета? Начинается десятилетие детства, объявлено президентом Российской Федерации. Я думаю, что мы должны ознаменовать его каким-то радостным событием. И вот пришла идея, что должен быть при Уполномоченном детский совет. Формироваться он будет по заявительному принципу. Мы буквально сегодня разместим положение о детском общественном совете у себя на сайте Перм.Дети. И ожидаем, что в течение лета к нам поступят заявки от активных, инициативных ребят. Основная задача детского совета – это, конечно, информирование и просвещение детей о правах детей. Мы надеемся, что ребята придут со своими идеями, проектами. Быть может, они сейчас не знают, как их реализовать. И мы все вместе, сообща, эти проекты будем реализовать. В конце августа мы закончим прием заявок. И в начале сентября будет краевой детский форум. Голос каждого ребенка должен быть услышан. И на этом форуме мы планируем как раз собрать этих ребят и провести самые настоящие выборы. Чтобы в детский совет выбрали дети, которые там соберутся. Есть ли критерии к кандидатам? Возраст, какой-то спектр увлечений? Возраст – да. Он будет от 14 до 18 лет. Спектр увлечений самый разнообразный. Нас интересуют, я сказала, что преимущественно проекты, конечно, в сфере защиты прав детей. Но мы готовы работать с любыми ребятами. Самое главное – это активность, инициативность, желание работать, желание принимать участие в общественной жизни. А количество участников совета ограничено? У вас какое-то конкретное число? Да, количество участников будет ограничено. Их будет около 20 человек. Поэтому у нас будут альтернативные выборы, я надеюсь. Но мы будем проводить ротацию кадров. Мы через год посмотрим, кто как будет работать. Значит, если кто-то не будет проявлять такой активности, мы будем проводить ротацию кадров. Это вот какое-то уникальное нововведение Пермского края? Или, в принципе, у нас в стране есть аналогичные советы? У нас в стране есть такие советы. Я вчера только вернулась со съезда у полномоченных по правам ребенка. В городе Москве проходил съезд. И как раз вот мои коллеги рассказывали, как работают детские общественные советы. Уже целые проводят форумы, съезды общественных советов. Поэтому я думаю, что мы вольемся в это дружное движение. Будем обмениваться опытом. Может быть, они делились опытом. Может быть, ваши личные наблюдения есть. Вот у детей рассказывать о каких-то проблемах детства, делиться важной информацией с детьми лучше получается, чем у взрослых? Или просто так есть и так и у нас в крае должно случиться? Ну, я с детьми работаю очень давно. Поэтому хочу сказать, что дети, может быть, не всегда знают, как реализовать свои инициативы. Но иногда такие выдают креативные мысли, такие неожиданные, что взрослому человеку бы и в голову это не пришло. Тем более мы понимаем, что с развитием информационных технологий взрослые иногда даже чуть-чуть отстают от детей. У нас любой гаджет, дай в руки ребенку, он за пять минут, значит, тык-тык-тык, и уже понял, как он работает. А взрослые инструкцию еще полчаса будут читать. Поэтому я надеюсь, что вот именно такие ребята попадут к нам в совет, и мы с ними что-нибудь такое интересное сделаем. Я попрошу вас еще раз дать инструкцию тем, кто нас слушает, может быть, родителям, может быть, самим кандидатам. На какой портал им нужно обратиться, и что сделать для того, чтобы стать кандидатом в члены совета? Сайт называется перм-дети. На сайте размещено положение о детском общественном совете. Его надо просто внимательно прочитать. Там есть все дополнительные документы, которые нужны. Ну, там, в общем, документы, заявка, и приложить свое портфолио. Что уже сделано, чем увлекается ребенок, и какие, может быть, есть вот идеи, инициативы, или уже проекты, которые были реализованы или реализуются сейчас, для того, чтобы можно было вот на форуме это представить. В общем, больше никаких таких сложностей у нас нет. И вы сами потом связываетесь с кандидатами? Да, мы кандидатов вот по итогам просмотра всех этих портфолио. Мы отберем тех ребят, которых мы считаем нужным, значит, пригласить на форум в сентябре. Голос каждого ребенка должен быть услышан. Ну, я предлагаю поздравить наших юных телезрителей. Все-таки сегодня День защиты детей. Что вот им можно пожелать сегодня? Или, может, родителям? Ну, я поздравляю детей и родителей, потому что этот праздник касается детей и взрослых. Он называется День защиты детей. И мы понимаем, что защищают их взрослые. Праздник был учрежден очень давно, но, к сожалению, проблема остается актуальной. И если раньше мы говорили о физическом насилии над детьми, то сейчас все больше и больше с тревогой о психическом, информационной безопасности детей. Поэтому, дорогие дети, я вас поздравляю с началом каникул. Я желаю, чтобы ваши каникулы прошли весело, разнообразно, чтобы вы гуляли, общались со сверстниками. Ну, а взрослых я призываю все-таки быть внимательными. И сейчас дети будут находиться очень много на улице. Обратите внимание, все ли с безопасностью наших детей в ваших дворах, на улицах, чтобы каникулы у детей прошли плодотворно. Я благодарю вас за эту информацию, за поздравления. И напомню, это утром мы начинали в компании Светланы Денисовой, у полноочного по правам ребенка в Пермском крае. Оставайтесь с нами, впереди еще масса всего интересного. Продолжение следует...